В начале предстоящей недели будут опубликованы следующие отчеты. Во вторник статистическое бюро Германии выпустит данные по валмам внутреннему продукту страны за третий квартал 2017 года. Аналитики прогнозируют подъем ВВП на 0,6% в квартальном исчислении. Во втором квартале 2017 года ВВП Германии поднялся на 0,6%, не дотянув до ожидаемого роста в 0,7%. В пересчете на годовые темпы экономика увеличилась на 2,1% в период с апреля по июнь. Основным стимулом роста послужил внутренний спрос, повысившийся благодаря увеличению затрат домохозяйства и правительства. Однако импорт вырос более быстрыми темпами, чем экспорт, что негативно сказалось на изменении ВВП. Правительство Германии повысило экономический прогноз на этот год. Ожидается, что ВВП увеличится на 2% в этом году и на 1,9% в 2018. В апреле прогнозировался подъем на 1,5% в 2017 и на 1,6% в 2018 году. Эксперты полагают, что усиление мировой экономики и сильные данные по рынку труда Германии поддержат рост в течение следующих двух лет. Во вторник Великобритания отчитается по потребительским ценам за октябрь. Экономисты прогнозируют подъем на 3% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен вырос на 3%, а по сравнению с подъемом на 2,9% в августе. В сентябре инфляция в Великобритании достигла максимального уровня за более чем 5 лет благодаря подъему затрат на транспорт и цен на продукты питания. Ускорение инфляции увеличивает вероятность повышения основной процентной ставки Банком Англии. Падение фунта с момента принятия решения выйти из состава ЕС в прошлом году было одной из причин роста уровня инфляции, поскольку поднялась стоимость импортируемых товаров. В среду в США выйдут данные по инфляции за октябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен увеличится на 0,1%. В сентябре инфляция ускорилась до 0,5%, и это был второй крупный подъем подряд и самый быстрый за 8 месяцев. Экономисты ожидали прирост на 0,6% на фоне подорожавшего бензина. Без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания, базовый индекс потребительских цен вырос всего на 0,1%. Недавний подъем потребительских цен, вызванный удорожанием энергоносителей, поднял годовой уровень инфляции до 6-месячного максимума на 2,2% с 1,9%. Однако базовый уровень остался по-прежнему на 1,7% пятый месяц подряд. Кроме того, во вторник выйдут данные по промышленному производству в Китае, уровню инфляции в Швейцарии и объема ВВП в еврозоне. В среду в Японии опубликуют данные по объему ВВП. Несколько отчетов по рынку труда будут предоставлены в Великобритании. В США отчитаются по изменению объема розничной торговли в стране.